Еще в детстве понял, что хочу посвятить жизнь служению Родине. Так говорит Максим Петров, боец спецоперации из Яльчикского округа с позывным «Динамо». Сегодня он находится в Чувашии в отпуске по ранению. Почему он принял решение стать профессиональным военным? И что говорит о ситуации на передовой? Узнала наша съемочная группа. Уже в конце девятого класса Максим понял, что свяжет свою жизнь с профессией военного. Он постоянно участвовал в играх «Зорница» и «Орленок», любил спорт, стал кандидатом в мастера спорта по военному многоборью. Поэтому после школы молодой человек поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. Именно будучи там, в 2020-м в интернете он познакомился с Кристиной, будущей женой. Свадьбу молодые сыграли 24 ноября этого года, когда боец приехал в отпуск. «Он очень умный, мужественный, сильный духом, так сказать, судя по его профессии. В некоторых моментах терпеливый, ну если по отношению ко мне считать, у нас же у девочек бывают заскоки всякие. Он защищает нас, но, наверное, есть. Это то, что гордость за него берет, то, что он там находится, то, что он не из тех людей, которые, например, как некоторые, не хочет туда ехать, берет на себя ответственность». До объявления частичной мобилизации Максим проходил службу в республике Ингушетия. В зону спецоперации отправился в числе первых прямиком оттуда. Уже 1 октября 2022-го он в составе сухопутных войск прибыл на передовую. «Мама переживала, мама волновалась, говорила, что Максим, может, тебе не надо, зачем ты туда идешь?» Я сказал, что надо. Родина зовет. Для защиты нашей Родины, для защиты жителей ДНР, ЛНР, Запорожья, Херсонской областей. Любовь к Родине у офицеров крови. Его племянник Николай Петров – герой России посмертно. В спецоперации он тоже участвовал с первых дней. Вместе со штурмовой группой вступил в неравный бой с противником и уничтожил около 40 неонацистов. Как говорит Максим, племянник скорее был для него старшим братом и большим примером для подражания. «Мы учились в одной школе, мы учились в одном училище в Москве, то есть он был на один курс старше меня, я на один год младше. Даже в зоне СВО он ко мне приезжал. Вот там мы с ним виделись в крайний раз. Он был стойким, мужественным, уверенным в своих действиях. И даже его бойцы отвлекались о нем только в самых лучших качествах. Я им лично горжусь». Отважно сражаясь с противником на передовой, Максим перенес осколочные ранения ноги и контузию. В августе этого года во время минометного обстрела один из снарядов прилетел в траншею, где офицер находился один. «Сразу приехала эвакуационная машина, сразу меня забрали, сразу на операционный стол. Получается, у меня трапецию пополам разрезано, было полностью раскрыто плечо, мое правое. Сделали, перенес три операции, сделали пересадку кожи. И спасибо большое врачам, что так качественно, все хорошо, зашили». Несмотря на все это, сейчас лейтенант чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию и даже настроен вновь вернуться на передовую. «Опять у меня будет ВВК, военно-врачебная комиссия, присвоят категорию другую. И если уготен, если со мной все хорошо, отлично, то, скорее всего, снова на СО. Потому что там остались мои бойцы, мои солдаты, мои подчиненные. Как бы я их командир и не могу ни в коем случае их оставить. Конечно, считаю и себя, и в первую очередь своих же бойцов героями. Потому что они 24 на 7 каждый день с начала СО. С того момента, когда они заехали на Украину, они постоянно стоят, постоянно наблюдают на своих наблюдательных постах. Постоянно следят за противником, за их БПЛА, за квадрокоптерами». Медкомиссию бойцу предстоит пройти уже в январе. Ну а пока он хочет провести как можно больше времени с родными, друзьями и своей женой. Анна Центовская, Юрий Марков, Национальное телевидение, Чувашия.